Здравствуйте, дамы и господа! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, и мы продолжаем разбирать книжку Уайтхеда «Приключения идей». Приключения идей Уайтхеда, друзья, ну, куда мы там путешествовать собираемся, хороший вопрос. Часть четвертая. Цивилизация. Причем это последняя часть, и, наверное, наиболее интересная, что ли, потому что в этой части как раз и раскрывается все то, что, ну, как бы неплохо было бы раскрыть раньше. То есть как будто бы, как будто бы нам этого именно и не хватало для того, чтобы Уайтхеда хоть как-нибудь понять, понимаете, в чем дело. И это действительно забавно, потому что, ну, блин, сколько времени потрачено на Уайтхеда, а по факту, ну, все самое вкусное в последней главе, то есть какие-то определения, представления, как бы более-менее картина становится на место только лишь в последнем вот этом вот, собственно, в последней части цивилизации. Ну, и, соответственно, здесь нам будут важны две категории. Две категории прям фундаментально важные. Это Истина. Это истина. Еще более важная категория сейчас будет. Истина. Так, чуть-чуть ниже, чтобы вы это видели. Смотрите. Смотрите. Красота. Истина и красота. И сейчас будем две главы разбирать по истине и по красоте, соответственно. Истина. Уайтхед исследует природу истины и ее значение для науки и философии и религии. Он обсуждает, как человеческие представления... Он обсуждает, да, как человеческие представления об истине изменялись в зависимости от исторических условий и научных открытий. Вот. Как бы, как бы, да? Уайтхед отставит концепцию, что истина не является статичной, она изменяется в зависимости от обстоятельств, и что процесс поиска истины – это постоянное открытие новых горизонтов понимания. Буквально цитируем дальше Уайтхеда. Истина и красота являются основными регулятивными свойствами, в силу которых видимость оправдывается непосредственным решением субъекта опыта. Такое оправдание определяет ее статус при непосредственно случившемся событии. Субъектная форма схватывания может включать непосредственное усиление и ослабление, а также может включать и цель продлить себя в будущем или цель исключить себя из него. Истина и красота представляют собой предельное основание для усиления и для продления. Конечно же, настоящее может быть принесено в жертву будущему, так что истина или красота в будущем могут быть причиной умоления истины и красоты в настоящем. Понятное дело, что высказывания эти довольно сомнительные. Я вообще в принципе не вижу никакого смысла комментировать что-то в духе, но это сомнительно, это сомнительно. Я думаю, вы и так понимаете, что сказанное сомнительно. И аргументов внутри текста как бы не предоставили, так скажем. Это нормальный, обычный, типичный текст по философии, где доказательств мало, как практически в любом тексте по философии, а там, где доказательства есть, у современных аналитиков, например, эти доказательства в среднем полная фигня. Ну, недееспособные какие-то аргументы обычно там присутствуют, которые можно по щелчку пальцев обойти. Здесь оно еще хуже, здесь Вайтка даже не пытается. Но система, система уже наклевывается. Истина, красота, обе важны как бы, да? Продолжаем пояснять, что такое истина. Истина есть особое свойство, приложимое только к видимости. Реальность, то, что существует только само по себе, и бессмысленно спрашивать, истина она или ложна. Истина есть соответствие видимости, реальности. Это соответствие может быть большим или меньшим, а также прямым и непрямым. Таким образом, истина есть родовое свойство, имеющее несколько различных уровней и видов. Вы давали своеобразное определение, согласитесь, да? То есть, далеко не все согласятся с таким определением Вайтхеда, если что. Ну да ладно. В Верховном суде неверная истолкованная истина может привести к клятву преступлению. Скажем, портрет может быть столь точным, что способен обладнуть наблюдателя. Сама его правдивость ведет к обману. Улыбка лицемера обманчива, а улыбка филантропа может быть и правдивой. При этом оба, они действительно улыбались. Так, истина, наоборот, прикладывается к реальности, несмотря на то, что реальность существует сама по себе. Истина – это не свойство видимости. Наличие у нас верного представления о реальности. И ввиду этого она приложима к реальности. По-моему, слишком усложнено. По-моему, на мой вкус слишком усложнено. Опять же, просто соответствия наших представлений реальности, этого уже было бы достаточно. Мне не нравится использование слова «видимость», потому что есть слово «представление», есть «восприятие», есть еще какие-то вещи, с которыми все понятно. А что такое видимость? Это являемость? Ну, типа, да, феномены к нам приходят, получается. Мне кажется, странным выбор слов, так скажем. При том, что подразумевается классическое определение, судя по всему. Но как вот здесь вычитано? Это не свойство видимости, а наличие у нас верного представления о реальности. Да, понимаете? Верное представление о рендер-классическом определении истинном. Чистое соответствие просто. Ну да ладно. Вайфетт продолжает. Понятие истины можно обобщить таким образом, чтобы его никак нельзя было соотнести с видимостью. Истина – это не свойство видимости, а наличие у нас верного представления о реальности. Понятие истины можно обобщить таким образом, чтобы его никак нельзя было соотнести с видимостью. Сейчас прочитаем. Два объекта могут быть такими, что один. Ни один из них не является компонентом другого. Два. Состав их природы может включать в себя какой-то общий фактор. При этом их сущности в полном смысле слова различны. Таким образом, о двух объектах можно сказать, что отношение их друг с другом зиждется на истине. Не, вот этот момент с Джеки Чаном, где вот так вот делать, он не пропадает, на самом деле, на протяжении всего прочтения. Но к концу хоть какая-то система складывается, и на основании этого уже можно хоть что-то говорить про Уайтхеда, хоть какие-то представления иметь о том, что он думает. То есть это не просто бред. Это не просто бред какого-нибудь старого, пожилого, сумасшедшего математика. Не-не-не-не-не. Это не бред. Но все равно очень часто Уайтхед выбирает такие выражения, которые, ну, значительно сложнее, чем могли бы быть. Следующая глава. Красота. Истина была. Истину обсудили. Теперь красота. Раздел посвящен концепции красоты и ее роли в человеческой жизни и творчестве. Уайтхед рассматривает красоту как фундаментальный аспект бытия, который мотивирует человека к созданию искусства, науки и культуры. Он утверждает, что эстетические переживания играют важную роль в развитии не только искусства, но и нравственных ценностей и религиозных практик. Ну, имеет право, как говорится. Цитирую. Красота есть взаимное приспособление нескольких факторов в случае опыта. Что это значит? Таким образом, в первичном смысле красота – это свойство, которое находит свое проявление в реальных случаях. Но, можно сказать и наоборот, красота – это свойство, к которому иногда могут быть причастны подобные случаи. Существуют градации в красоте и в типах красоты. То есть, он дает одно определение, потом противоположное ему определение. И все это красота. Короче, понимай, как хочешь. Понимай, как хочешь, дружище. Тебя никто не спрашивает. Вайт Вайхет решил, что ты идешь нафиг. В общем, можно вот так, можно так. Определения противоположны. Я не знаю. Истина – это правда, истина – это ложь. Выбирай сам, что хочешь, короче. Красота – это это, красота – это то. Красота – это черная, красота – это белая. Сам решай, что такое красота. Продолжаем цитировать. Для того, чтобы понять это определение красоты, необходимо помнить о трех доктринах, принадлежащих метафизической системе, в терминах которой в этих главах истолковывается мир. Эти три доктрины, соответственно, касаются взаимоотношений между объективным содержанием схватывания и субъективной формой схватывания, субъективными формами различных схватываний в некоторых обстоятельствах, субъективными формами схватывания и спонтанностью, связанной субъективной целью в ситуации схватывания. Доктрины эти взаимосвязаны, но каждая из них вводит принцип, который не раскрывается двумя другими. Нам следует теперь разъяснить их. А. Стало ясно, что всякий качественный фактор во Вселенной является прежде всего характерным качеством субъектной формы. Так что бесконечное разнообразие качеств включает в себя возможность бесконечного разнообразия субъектных форм, иллюстрирующих эти качества. Это не означает, что субъектные формы, иллюстрирующие различные качества, равным образом выделены человеческим сознанием. Сознание – это изменчивый, неопределенный элемент, неопределенно же мерцающий на поверхности опыта. Вторая доктрина выражает единство непосредственного события в процессе формирования. Субъективные формы – суть простые добавления к этому единственному факту, коим является субъективное чувствование одного события. Третья доктрина выражает законченную автономию процесса. Этот процесс синтеза субъективных форм, выделенных сходным образом, не обоснован предшествующим фактом данных. Далее Вайтхедд рассуждает о гармонии и ее разрушении, если что. Да, то есть истинная красота, гармония. Еще синим. Очень важная штука здесь, гармония. Просто дико важная штука. Потому что она вообще топ. Имба. Имба просто. Имба. Следующая глава – истина и красота. Для двух предыдущих глав этой части следует то, что понятие красоты шире и фундаментальные понятия истины. Оп. Оп. Причем вот так даже сделаем. Красота – много шире и много фундаментальные понятия истины. Красота – больше истины. Красота – это внутреннее сообразование различных моментов опыта друг с другом в целях достижения наибольшей эффективности. О! 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 Смотрите, большая эффективность. О! Вот он, атрибут. Атрибут-то красоты – эффективность. Опять же, выбор термина файтхеда, мне кажется, предельно сомнительным. И я как бы негодую, так скажем. У меня негодование от того, что я читаю. Потому что почему красота и эффективность связаны? Потому что большинство людей воспринимают красоту как нечто противоположное эффективности. Мол, это настолько бесполезно, что оно прекрасно. Это настолько никому… Человек настолько много потратил усилий и времени на какую-то бесполезную штуку. Но! Но! Эта бесполезная штука, она сложна, прекрасна, невероятна. В этом и есть суть искусства какого-нибудь, например. Вот мы видим природу саму по себе. Когда мы на нее не смотрим с точки зрения… Так, я могу сейчас все эти деревья на дрова пустить. Эти камни я себе дом из них построю. А вот из этой травы, я не знаю, я себе сошью зеленую одежду. Вот как круто будет. Не-не-не-не-не. Вот это дискурс эффективности. Обычно просто люди под красотой понимают… Ну, мол, я не знаю. Ох, какая природа. Как же она бесполезна для меня на данный момент. Я любуюсь красивыми деревьями, которые я не знаю, как использовать. Ну, или я любуюсь с ними не с целью их использования. Ой, какая книга написанная, странная, непонятная. Она абсолютно бесполезна для меня, но вот она прекрасна этим. Ну, вот, как бы, да. То есть, красота и полезность как будто бы, если не противоречащие друг другу категории, ну, они не противоречащие, конечно, то как будто бы противоположные. Красота рассматривается уж точно вне. Вне непосредственно… Ну, вы понимаете, да, соответственно. Вне эффективного, вне практичного, вне прагматичного. И поэтому, опять же, выбор терминов, типа термин «наибольшая эффективность» кажется предельно странным. То есть, вообще, в принципе, основная проблема Вайтхеда, на мой взгляд, что у него предельно странные термины. Они интуитивно непонятные, он их еще и проясняет кое-как, а если проясняет, то через другие крайне непонятные термины, что, безусловно, усложняет вообще, в принципе, восприятие работ Вайтхеда. Красота таким образом относится к взаимоотношениям различных компонентов реальности, к взаимоотношениям с различными компонентами видимости, а также отношениями видимости к реальности. Всякая часть опыта может быть таким образом прекрасной. Телеология Вселенной направлена на создание красоты. Потому любая система вещей, которая в широком смысле может быть названа прекрасной, в этом же смысле и оправдана в своем существовании. Он еще и оправдывает систему. Смотрите, какой он крутой. Какой же он чеды все-таки этот Вайтхед. Ну ладно. Продолжаем цитаты. Таким образом, красота остается целью, которая по природе своей несет в себе свое самооправдание. Дисгармония во вселенной возникает в силу того факта, что образы красоты различны и необязательно совместимы друг с другом. Вот. Да, рассуждения о красоте действительно частные. Частные. Странные. Если так подумать, Вайтхед больше похож на какого-нибудь сугубо континентального философа, который не следит за тем, как он выражает свои мысли, но он как-то художественно как будто бы пытается это сделать. Ну и, соответственно, получается то, что получается. Даже Сартер, допустим, понятен. Даже больше, чем Сартер, он как бы художественен в этом плане. Продолжаем. Несмотря на возможную несвоевременность истинного отношения, общая значимость истины для выявления красоты представляется огромной. После всего, что было здесь сказано, истинностное отношение все еще остается простым, непосредственным способом реализации гармонии. Еще раз. Здесь истина. Способ реализации гармонии. СРГ. Способ реализации гармонии. Все понятно. Тип истины, требуемый для окончательного развертывания красоты, и в истине развертывается красота в том числе, да? Это открытие, а не повторение. Истина, требуемая для такого предельного выражения красоты, это истинностное отношение, при котором видимость извлекает новые ресурсы чувствования из глубины реальности. Это истинное чувствование, а не истинная вербализация. То, что соотносится в реальности, должно находиться глубже избитых предположений вербализованной мысли. Это, кстати, имеет смысл, опять же, да, выбивает, как бы, из практически всей аналитической философии из-под ног ее, собственно, табуретку, пока она стоит в петле. Ну, просто потому, что база аналитической философии – это вербализация, понятное дело, да? Вербализация в центре аналитической философии находится. Так вот. Истина высшей красоты лежит выше значений слов, которые записаны в словаре. Вот. И все равно, опять же, да, смотрится, как будто бы мы читаем какого-нибудь континентального философа, потому что, ну, это мысли нетривиальные для аналитика. Ну, для какого, смотря аналитика, конечно. У Витгенштейна, например, тоже свои какие-то подколы в конце его творчества, так скажем, появились к языку, да, то есть языковые игры. Но все же, но все же. Опять же, философские исследования Витгенштейна, они очень популярны не только среди аналитиков, они также популярны среди континенталов, потому что текст как будто бы довольно континентально написан. И он действительно выбивает почву из-под ног большинства течений аналитической философии и саму эту аналитическую стилистику. Ну, как, уничтожает, не уничтожает. Но если мы принимаем Витгенштейна за истину, так скажем, да, вот если Витгенштейн прав, то у аналитической философии из-под ног выбиты практически все основания, основания ее необходимости, соответственно. Так вот, товарищ Вайтхед, он скорее напоминает какого-то даже, ну, даже не Сартра, Чорона, Чорона какого-нибудь. Кто, Кторон, Чорон, в общем-то. И это предельно странно. Ну, согласитесь, это предельно странно. Мы, наверное, не ожидали, читая аналитического философа, увидеть такого одухотворенного человека, который, ну, вот такими вот вопросами, собственно, страдает. Это предельно странно. Это предельно странно, соответственно. Так вот, продолжаем. Из-за этих функций истины на службе у красоты, реализация истины становится сама по себе элементом выявления красоты чувства. Искусство есть целенаправленное приспособление видимости к реальности. Здесь я не согласен, опять же, здесь я не согласен. Это похоже на определение, опять же, Аристотеля, но оно не имеет отношения к приспособлению видимости к некой реальности. Да, вообще, в принципе, никакого соответствия между искусством и реальностью может, в принципе, не быть. Эта цель даже не ставится у многими авторами, особенно современными. Особенно современными времена Вайтхеда, то есть, окей, если мы рассуждаем про искусство времена Аристотеля, там, да, мы могли бы зайти с той стороны, что, ну, как бы искусство, это, короче, мемесис, подражание и все такое. Но эта концепция устарела, романтики ее, по сути, ну, уничтожили, не уничтожили, но очень сильно ограничили, в общем-то, диапазон применения данной концепции. Доброта – это третий член Троицы, который обычно обозначается как комплексная цель искусства, а именно истина, красота и добро. Смешно, да? Еще и добро здесь есть, короче. Оп. Добро. Вот вам триада. Триада – истина, красота и добро. Вот так вот. Вот. И это все вот в искусстве есть. Только основная проблема заключается в том, какое к черту добро, Вайткет, о чем ты, Господи, говоришь? Какое добро в искусстве? Что за глупости вообще? С принятой здесь точки зрения добро не может иметь место среди целей искусства. Дальше, да? Доброта – это третий член Троицы. Комплексная цель искусства, да? С принятой здесь точки зрения добро не может иметь место среди целей искусства. Ну, здесь согласен с тем, что не может иметь цель. Короче, тут одно предложение другому как будто бы противоречит. Я не понимаю, мне трудно здесь разобраться, потому что, смотрите. Доброта – это третий член Троицы, который обычно обозначается как комплексная цель искусства. Именно истина, красота и добро. С принятой здесь точки зрения добро не может иметь место среди целей искусства. Чего? Кого? Зачем? Я не понимаю. Я не понимаю. Так вот, продолжаем. Сознание – это такое качество, которое возникает в объективном содержании, как результат соединения факта с субпозиции этого факта. Оно, соответственно, переходит от сложного объекта к субъектной форме схватывания. Это неотъемлемое свойство в столкновении между действительностью и идеальностью, то есть между продуктами физического с ментальным, полюсов в опыте. Ну, своеобразное понимание сознания, будем честны. Это все, что можно здесь сказать. Ну, как бы не грех дать свое понимание сознанию, но... Пайтхед, как всегда, в своем репертуаре, в данном случае, это да. Это действительно да. Само по себе сознание – это продукт искусства в его самых примитивных формах. Человеческое тело – это инструмент для создания искусства в жизни человеческой души. Вот так вот. Наука и искусство сознательно определили цель истинной красоты. С их помощью, конечно, сознание человечества предназначается к осуществлению собственной бесконечной плодотворности природы. При таком движении человеческого духа развиваются типы учреждений и типы профессий. Церкви, ритуалы, монастыри со своими священными книгами, университеты, своим поиском знаний, медицина, право, торговля – все они являются собой. Ту стремленность к цивилизации, при которой сознательный опыт человечества сохраняет для него из-за своего использования источники гармонии. Вот так вот. Приключения. Следующая глава. Следующая глава приключения. Основой любого понимания социологической теории, то есть всякого понимания человеческой жизни, является то, что невозможно никакое устойчивое сохранение совершенства. Это аксиома. Кореница в природе вещей. Развитие или упадок. Вот выбор, предложенный человечеству. Чисто консервативный подход борется с сущностью Вселенной. Эта доктрина требует оправдания. Отрицание ее как бы подразумевает в ученой традиции восходящих древней мысли. Доктрина эта основывается на трех метафизических принципах. Один принцип заключается в том, что сама сущность реальной действительности, то есть того, что является полностью реальным, есть процесс. И потому каждую действительную вещь можно понять только в рамках становления и исчезновения. Нет такой остановки, где актуальность всегда сохраняла бы свою статическую самость. Случайно разыгрываемую определениями, полученными в результате смены обстоятельств. Теперь я перехожу ко второму метафизическому принципу. Это учение о том, что всякое событие в действительности, конечно, по своей собственной природе, не существует такой целостности, которая является гармонией всех совершенств. То, что реализуется в каком-либо виде опыта, непременно исключает бессвязный сумбур противоположных возможностей. Всегда существуют другие, что могли бы, но не есть. Эта конечность не есть результат зла или несовершенства. Она проистекает от того, что есть возможности гармонии, которые либо создают зло при совместной реализации, либо не способны к такому объединению. Это учение является общим местом в изящных искусствах. Оно также является или должно быть общим местом в политической философии. Историю можно понять, если рассматривать ее как театр различных групп идеалистов, стремящихся к достижению каждой своего идеала, который одновременно реализовать невозможно. Вы не можете сформулировать никакого правильного или неправильного исторического суждения, рассматривая каждую группу по отдельности. Ну, здесь тоже можно согласиться с политикой, и это правда. Ну и гармония. Вот она. Все та же гармония. Все та же гармония. Которая есть способ реализации истины, если что. Третий метафизический принцип может быть обозначен как принцип индивидуальности. Он касается доктрины гармонии и упущения его, я полагаю, является величайшим пробелом в традиционных дискуссиях относительно этого учения. В самом деле, еще недавно при преобладании сенсуалистской доктрины восприятия, современные воззрения на гармонию, характеризующую великий опыт, находились в крайнем упадке. Эта сенсуалистическая доктрина сосредотачивает свое внимание на простой качественной гармонии в опыте, сравнительно бедным высокозначимыми объектами. Комплекс, которому применим термин гармония, воспринимается как простая пространственновременная модель чувственных данных. Гармония, которая возникает на основе такого комплекса, принадлежит к низшему типу, пассивному, смутному, ущербному и снаружи, и изнутри. В лучшем случае она может побудить только чувство удивления. В худшем она растворяется в ничтожестве. Она лишена любого сильного, возбуждающего элемента, способного потревожить глубины чувства. Чувственное восприятие, несмотря на свою явленность в сознании, относится к поверхностным слоям опыта. Таким образом, цивилизация, стремящаяся к утонченности чувства, должна приводить в порядок свои социальные отношения, отношения своих представителей к своей естественной окружающей среде, дабы породить в опыте своих представителей видимости, которые правят гармониями сильных устойчивых вещей. Много разных гармоний, если что. Еще раз проясняю. Проясняю. Много гармоний много. Сюда. Гармоний довольно много. То есть истин много получается. И красота разная бывает. И гармоний много. Всего этого много. Такой плюральный мир Уайтхеда, где все эти истины, красоты и гармонии друг другу могут противостоять. И красота конкурирует с другими красотами. В контексте эффективности в данном случае. Короче, вот такая вот интересная система. И все это процессуально. Да, у Уайтхеда философия процесса. Еще раз, да. Это как у Гегеля, но без диалектики. Ну, если приводить какие-то аналогии. В мире происходит процесс. Процесс становления. Куча разных событий. И все это вот такими вот образами тоже как-то структурируется. И все это противостоит проклятому, злому, отвратительному, ничтожному, тварскому хаосу. Хаосу, да. Хаосу. Вот это все силы, противостоящие хаосу, получаются. Все эти нексусы, все эти структуры событий и так далее, так далее, так далее. Вот они противопоставляются хаосу. Беспорядку. Беспорядку. Вот устраиваются разные порядки, которые периодически тоже сражаются, воюют друг с другом, у которых происходят какие-то взаимодействия друг с другом, которые так или иначе влияют на мир. И получается в том числе приключение идей. Получается в том числе непосредственно борьба разных направлений, противостояние, критика и так далее, так далее, так далее. Идет конкуренция, да, своеобразная. Но все это все равно противостоит хаосу, выходит, да. То есть, да, формы сопротивления хаосу периодически тоже входят в некоторые беспорядочные состояния, особенно когда сталкиваются с другими формами сопротивления хаосу. И таким образом устаканивается некий баланс и некая общемировая гармония, видимо. Так вот. Иными словами, искусство должно стремиться к созданию индивидуальности в сложных деталях своих композиций. Также проявляется важность истины. Истина верования значима как сама по себе, так и по своим последствиям. Но прежде всего проявляется значимость истинного отношения видимости к реальности. Серьезный человек в истине ограничивает меру востребованности, силы, чувствования, извлекаемой из глубины реальности. И потому фальши недостает магии, с помощью которой красота силы, превышающей силу слова, может быть призвана к бытию, как бы мановением волшебной палочки. Именно по этим причинам цивилизация, общество, нуждается в добродетелях истины, красоты, приключения и искусства. Истина, красота, приключения, ну и все это к искусству относится, как бы, да, истина и красота тоже. Вот. Как-то так, как-то так. Мир. Это, кажется, заключительный раздел. В заключительном разделе Уайтхед фокусируется на концепции мира не только как отсутствие войны, но как высшей формы духовного порядка. И социального, кстати, да. Мир, по мнению Уайтхеда, достигается через гармонию. Гармонию. Различных аспектов жизни, интеллектуальных, эстетических, моральных и социальных. Он также подчеркивает, что состояние мира возможно только через внутреннюю мудрость. Мудрость была уже в первом разделе, как вы помните. И синтез разных идей и культур. Таким образом, каждый раздел книги связывает определенные идеи с их влиянием на развитие цивилизации и человеческой культуры. От правовых понятий до эстетических и духовных аспектов жизни, соответственно, да. То есть, и вот здесь мы, наконец-то, все складываем окончательно вот в эту одну большую мировую систему. Вот. И все это работает вместе, в складчину. Тут есть и красота, тут есть истина, тут есть и добро, есть сопротивление гармонии и хаоса. Соответственно. Под миром, пишет Уайтхед, мы понимаем здесь вовсе не негативное понимание анестезии. Это позитивное чувство, венчающее жизнь и движение души. Его трудно определить и трудно говорить о нем. Это не надежда на будущее и не интерес к подробностям настоящего. Это некое расширение чувства, вызванное глубокой метафизической интуицией. Невразимое в словах. И тем не менее, весьма важное для координации ценностей. Его первый эффект. Устранение давления со стороны чувственных притязаний, которое возникает, когда душа занята собой. Таким образом, мир несет с собой преодоление личностных рамок. Происходит перестановка относительных ценностей. Прежде всего, это вера в действительную силу красоты в то, что... Красоты, да, красоты. Красоты, вот она, красота. Так вот. Происходит перестановка относительных ценностей. Прежде всего, это вера в действительную силу красоты в то, что совершенство, исполнение, это, так сказать, ключ, открывающий доступ к сокровищам, которые природа вещей, ограниченная сама по себе, сделала бы недоступным. Вот так вот. Вот так вот. Вот, опять же, во всей этой системе познавательная и важную роль эпистемологическую влияет просто красота. Прикиньте. Вообще, прикиньте себя, да? Прикиньте. Не то, чтобы это вообще абсолютно нигде не было. Не то, чтобы это вообще нигде не было. Но Уайтхед на это делает очень серьезный и большой акцент. Плюс ко всему, у него значительные следы, собственно, интуи... В общем, он на интуицию налегает. То есть, интуиция это тоже такой своеобразный метод. Обязательный метод, причем без интуиции ничего не узнаешь. Понятное дело, по Уайтхеду. И вот еще само искусство, красота, и только в ней может вам открыться хоть что-то, да? Хоть что-то может открыться. Опыт мира в основном не контролируется со стороны цели. Он есть своего рода дар. Мир, как продуманная цель, весьма легко переходит в свой неполноценный суррогат. Анестезию, да? То есть, опять же, давайте все это сотрем. Мир. И, собственно, анестезию. Еще секунду. Мир. Возвышенное духовное такое вот прекрасное чувство, когда ты такой... Как прекрасно, как замечательно, как хорошо, как красиво, как замечательно, как суперкруто. Анестезия просто обезболивание получается. Типа мне пох. В общем-то, мир. Мир, это... Вот. А анестезия, как суррогат, это... Вот. Не-не-не, даже не так. Там чуть-чуть косо получилось, простите. Вот. Надо прямую линию начертить, чтобы он, типа, такой... Во. Во, типа. То есть, есть два состояния. Есть мир. Где мы такие? Есть анестезия, где мы такие, типа, покерфейс. Чисто покерфейс, да. Вот мир, это такое радостное, счастливое, прекрасное лицо, воодушевленное. Мы такие, уии, фейерверки вокруг летают, красота и все классно. Анестезия, суррогат мира, получается, да, это когда мы вроде бы и не воюем, но просто нам, типа, просто плевать. Нам, нам, как бы, без разницы, понимаете. Типа, типа... Вообще, вообще, вообще просто безразлично. Просто безразлично. Сущность мира предполагает достижение истины. Это означает, что интуиция, способствующая реализации мира, имеет в своей цели ту гармонию, чьи взаимосвязи включают истину. Всякое отступление от истины ведет к ограничению гармонии. Красота, в которой кроется ложь, не может быть действенной. В основе природы вещей всегда кроется мечта юности и горечь трагедии. Приключение вселенной начинается с мечты и заканчивается плодами трагической красоты. Секреты союза между пылом и миром заключаются в том, что страдание достигает своей цели в гармонии, гармонии, непосредственный опыт этого конечного факта, в котором соединились юность, трагедия и опыт этого мира. Таким путем мир побуждается стремиться к тем совершенствам, которые возможны для всех его разнообразных индивидуальных событий. И тут опять же есть какая-то черта гегельянства. Опять же, мир куда-то стремится. Ну да ладно. Так вот, так вот, как мне кажется, да, давайте, как выводы, не выводы, но мы уже подходим к финалу всех этих разборов. В общем, друзья, как мне кажется, как мне кажется, мы имеем дело с очень странной книгой. Во многом довольно неясная, из-за неясности стиля. Слишком сумбурная, что ли, да, получается. Она какая-то слишком сумбурная. Я обнаружил в данной работе множество элементов, которые схожи с Гегелем, Шпенглером, со многими другими. С Хайдегером, например, тоже элементы схожести есть. То есть отрицать некую схожесть Уайтхеда и Хайдегера сложно, потому что, ну, они даже термины похожие используют. Ну, события, например. Если что, если что, давайте даже так. Так, мне очень напомнило, мне Вайтхед очень сильно напомнил. Смотрите, есть, смотрите, Хайдегер, 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 да, соответственно. От Хайдегера идет современный мыслитель. От Хайдегера идет один современный мыслитель Слоттердайк. Слоттер, напишу, да, Слоттер, вот, Слоттердайк. Соответственно. И у С feelterdike в учении у него присутствует понятие о сферах. Сферы бывают разные. Сферы бывают разные. Я уже сейчас все забыл. Бывают пузыри. Не пузыри. Первый просто пузырь вроде. Ну, короче. Ваша личная зона вот этой вот ответственности, вот это вот я. Пузырь вокруг вас. Бытийный пузырь вокруг вас, короче, присутствует. Такой бытийный пузырь вокруг вас есть. Соответственно, есть глобусы, глобус, это такой тотальный пузырь, это огромный гигантский пузырь, в котором умещается весь мир получается, а есть пена, пена это уже плюрализм такой, куча-куча вот этих маленьких пузырей, я вмещенных непосредственно вот в этот вот большой-большой-большой глобальный пузырь. У него есть три книги, собственно, у Слоттердайка, как раз сферология пузырей, я уже не помню, как точное название, глобус и, собственно, пена, соответственно, да, и вот во всем этом происходит энное взаимодействие всего со всем. И важно, что Хайдеггер использует такой термин, как событие, событие, да, событие, что у непосредственно товарища Уайтхеда мы тоже видим, при том, что, ну, как бы, Уайтхед и Хайдеггер, они, ну, плюс-минус современники, я не знаю, читали ли они друг друга или нет, я вполне допускаю, что, скорее всего, нет. И более того, ну уж точно, Слоттердайка никто из них не читал, это тоже очевидно. И известно, что Слоттердайк он отсылает к Хайдеггеру. То есть модель Слоттердайка, модель Слоттердайка, вот эту вот, которую я сейчас вам показал, она является более такой утонченной интерпретацией Хайдеггера, если что, да, то есть Слоттердайк не просто из ничего это выдумал, это интерпретация Хайдеггера. То есть вот этот пузырь, это некий дозайн, соответственно, да, это вот такое вот бытие, которое вот здесь присутствует. И вот она, гигантская, огромная такая бытийность вокруг этих отдельных пузырей, бытия дозайна, да, и вот огромное количество пузырей, которые сливаются в одну единую-единую пену, порождая колоссальное количество разных событий, выходит. И что-то похожее я почувствовал именно у Вайтхеда, у Вайтхеда. То есть Вайтхед как будто бы неплохое такое, знаете, неплохое такое предшествие для Слоттердайка, просто потому что мы видим очень похожие элементы, очень похожие элементы. Не скажу, что они прям идентичны, не скажу, что они прям идентичны, но, возможно, прочитать Слоттердайка в контексте Вайтхеда, это неплохая задача в целом, да. То есть есть какая-то вот такая вот похожесть, похожесть. Более того, с Хайдегером мы уже помним, что связывает Вайтхеда. Это вот разбор, критика субъекта объектной дихотомии, которая для многих людей до сих пор является как бы базой. У Хайдегера жесткая критика субъекта объектной дихотомии, у Вайтхеда помягче, но она тоже есть. Да, и важно заметить, что текст Вайтхеда и по стилю, и как будто бы по традиции он очень похож на текст континентального философа Хайдегер, Слоттердайк и вот Шпенглер, Гегель, вот что-то вот туда уходит. То есть это не Кун явно, это явно не Кун, то есть если из аналитической философии что-то похожее высматривать, это, наверное, Кун со своими парадигмами, вот как вот парадигмы сменяют друг друга и все вот такое вот, это философия науки прежде всего. Но вот на Куна он стилистически не похож, Кун очень простой и невыразительный в этом плане, ну то есть Кун намного понятнее и проще пишет. Слоттердайк здесь нет. Периодически Вайтхед показывает себя как утонченный критик, а некоторые отдельные мысли и аргументы действительно любопытны, и из-за них на данную работу, ну из-за них имеет смысл читать данную работу, то есть я неплохо оцениваю данную работу, если что. У нее есть очевидные минусы, прежде всего стилистические. Да, Вайтхед использует странные термины, на мой взгляд, можно было бы придумать и получше, но тут, как говорится, ну, а что я могу с этим поделать, ничего. Он такие термины выбрал, а вы, Вайтхедоведы, разбирайтесь с этим, короче, разгребайте всю эту кашу. Это уже ваши проблемы, так скажем, да. Книжка любопытна, но ее можно было намного лучше написать стилистически, более понятно, вовремя раскрыть те фундаментальные термины, которые будут раскрываться только в последней части данной книги, если что, да. То есть вот вы читаете, 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 непонятно, 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 а в конце Вайтхед такой вот вам определение, держите. Ну, ну, спасибо, Вайтхед, спасибо. Мне кажется, что особенно в исторических и культурологических разделах Вайтхеду не хватает последовательности, ведь в них он переходит от каких-то единичных примеров, часто довольно сумбурно описанных и непонятных, вот, и тогда даже непонятно, как относящихся к самой книге, к итоговым выводам, которые из данного события или событий, ну, либо не следуют, либо, ну, как бы, вообще-вообще смотрятся, как будто бы странно, вот. Ну, то есть, я не знаю, знаете, порой периодически встречаются рассуждения в духе. Давайте приведу на примере какой-нибудь МДшной темы. Меня предала девушка. Меня предала девушка. Меня предала девушка. И Вайтхед делает вывод. Все девушки предатели. Да, вот условно. Вот такая логика рассуждений периодически встречается, особенно, когда речь касается разных исторических аспектов. При том, что он их перечисляет не то, чтобы сильно обильно, и не то, чтобы... Эти вещи, они просто иллюстрируют тезис в итоге. В лучшем случае... В лучшем случае нам понятно, что событие иллюстрирует тезис. В худшем случае у Вайтхеда нам непонятно, что событие иллюстрирует тезис. Девушка меня не предавала, но все девушки предатели. Как-то так периодически бывает. Либо, я не знаю, я покушал сегодня макароны, все девушки предатели, соответственно. То есть, периодически такое тоже попадается. И, может быть, там есть какая-то тонкая, утонченная связь, которую Вайтхед вложил, но это из текста не очень хорошо понятно. К сожалению, из-за стилистики, из-за сложности изложений, из-за многих других аспектов. В общем, у книги есть объективные негативные аспекты. И ее читать без нормальных комментариев, каких-то практически, ну как, не то чтобы невозможно, сложно. Книга намеренно, намеренно, намеренно теория заговора усложнена Вайтхедом. Это печально. Ну как печально. И особенно это плохо выглядит в исторических, культурологических разделах, конечно, да. В его представлениях все это подкрепляет его взгляд, да, это все подкрепляет взгляд на цивилизацию, ну так или иначе, как ему по крайней мере кажется. Но по факту все это смотрится довольно ненадежно и пространно. С другой стороны, раздел с физикой, ну то есть космологический раздел, это один из лучших разделов книги, философский раздел тоже довольно хороший. Они написаны хорошо. Там более-менее уже соблюдается последовательность. То есть она, ну то есть не то, чтобы Вайтхед внезапно из, не знаю, абсолютно плохо стилистически пишущего человека превращается в гения стилистики. Нет, там тоже свои проблемы и там тоже непросто понимать. Но Вайтхед хотя бы ориентируется в этих темах, судя по всему, намного лучше. Он лучше выражает свою мысль, он даже быстрее и раньше дает какие-то определения, которые для нас важны именно в этих разделах. И поэтому, ну эти разделы куда более читабельны. И лучше оттуда извлекается мысль. Вот. Там меньше разброс каких-то странных терминов. То есть истина, красота, гармония, там вот хаос, не хаос, там шмаус, микки-маус, да. То есть в остальных разделах Вайтхед просто набрасывает кучу разных терминов, которые он очень часто не проясняет. А при этом вот в этих разделах, более таких связанных с наукой, так скажем, да, Вайтхед справляется довольно хорошо. Вот. Из минусов. Еще из дополнительных минусов. Вайтхед очень сильно ангажирован учением Платона. Как будто вся философия это Платон и его продолжатели. Что, кстати, и написано в его работе «Процесс и реальность». Вот как раз здесь в «Процесс и реальность» раскрывается его суть процессуальной философии. Книга «Приключения идей» она одна из последних его полноценных книг, где как раз, ну, собственно, замыкается его вот эта процессуальная идея. Вот процесс идей происходит. Процесс идей, который влияет на становление вот много чего. Да, коротко. Коротко. Есть процесс идей, и он влияет на многие сферы. Искусство, политика, наука и все остальное. Соответственно, да? Это если совсем просто выразить. И вот «Процесс и реальность» здесь продолжается. Так вот, в «Процесс и реальность» есть цитата. Наиболее правдоподобная общая характеристика европейской философской традиции состоит в том, что она представляет собой серию примечаний к Платону. Серьезно? Серьезно? Только к Платону? Только к Платону? А что с Демокритом? Ну, на Демокрита тоже многие ссылают. А что с Аристотелем? Ну, Аристотель сам примечание к Платону, ладно. А что со скептиками? Ну, все-таки, несмотря на то, что скептический дискурс очень сильно угас, а потом переродился и стал не тем, чем был раньше, это мы, конечно, правильно можем заметить, но при этом слово «скептицизм» и «сомнения» они очень сильно распространены. А Платоновская школа, простите, это не школа «сомнения». Ну, конечно, можно сказать, что там, я не знаю, средние платоники, там все дела, да, собственно, Аркиселай, соответственно, Корниат, можно их попробовать вспомнить, но... Как бы... Тут как бы складывается впечатление о том, что... Ну, они тоже не такие уж и скептики с большой буквы. По крайней мере, настоящие скептики, настоящая школа скептиков не считала их скептиками полноценными. Такое. Я здесь придерживаюсь противоположного мнения. Платон среди всех философов, лишь песчинка, один из неограниченного множества мыслящих людей, которые в разных культурах создавали образные концептуальные системы. При этом, да, Платон для европейской культуры важнее всех остальных, но сводить все к Платону принципиально нельзя. Были и современники Платона, которые повлияли на развитие мысли, были современники Платона, которые повлияли на самого Платона. То есть, по отношению к некоторым из них, сам Платон является примечанием. Важно понимать, опять же, какому-нибудь Пармениду, какому-нибудь Пифагору, какому-нибудь отчасти, может быть, ну, Анаксагору, наверное, в меньшей степени. Анаксагору, тут Сократ, наверное, Анаксагору больше, как-то, да, ближе оказывается. Так вот, сам Платон является примечанием и говорит, что вся европейская философия, она вот такова, мне кажется, слишком, 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 в общем-то, неправильно. Это неуважение к другим философам, как мне видится. Платон, мне не видится, даже самым выдающимся среди всех этих философов, как и Аристотель. Да, он самый влиятельный среди античных мыслителей. Вот так получилось, что он самый влиятельный. Но мне не видится, что он самый выдающийся даже. Что вот у стойков, сколько разных учений интересных было. Был перрон, был арестип, были киники непосредственно. Блин, да сколько там народа-то было, а пришественники, а софисты, например, тоже. Гений за гением там просто шли. Нет, Платон. Платон, вот просто Платон был, просто Платон со своими идеями. Да, вот-вот-вот Платон как бы. Вот такое вот. Бывает. Все они оказали свою долю влияния, что самое главное. Тоже важно замечать, что все это не сводится к влиянию одного лишь Платона. Сам Платон в том числе есть определенная реакция на софистов. Не было бы софистов, скорее всего не было бы Сократа и скорее всего не было бы Платона и Аристотеля. То есть Сократ, Платон, Аристотель это явно реакция на софистов. Притом еще можно поспорить о том, а насколько сам Сократ был близок к софистике, потому что судя по всему он был к ней довольно близок. Потому что он и речи умел читать. Потому что он и рассуждал довольно вот многозначно, двузначно. Вот эти двузначные речи софистов, где можно доказать одно, можно доказать другое, можно это, можно пятое, можно десятое. У Сократа этот элемент тоже как бы есть, но Сократ это все делает для того, чтобы достичь истины. Если до софистов философы занимались тем, что просто постулировали свое учение и говорили вот так вот, софисты пришли и сказали, что вообще-то нельзя просто говорить вот так вот и сказать, что все доказано. Да, типа вообще ничего не доказуемо, судя по всему, давайте аргументировать как попало. Ну не как попало, давайте аргументировать так, чтобы это было эффективно в суде, чтобы это было эффективно в дискуссии, чтобы побеждать соответственно. Если уж истины не достичь, так или иначе, если мир релятивистичен, если мир непосредственно не опознаваем, софисты они либо релятивисты, либо агностики вам, ну многие софисты, особенно старшие софисты, либо релятивисты, либо агностики. Если мир не познаваем, ну давайте из этого следует, что можно аргументировать что угодно как угодно, лишь бы достичь своих целей. Это было бы полезно. Это было бы полезное свойство аргументации, давайте его использовать так или иначе. Причем можно нарушать правила аргументации, если оппонент этого не видит, при том можно то, это пятое-десятое, софисты вас не ограничивают. Потом приходит Сократ, который по сути использует очень похожий метод таких вот двойных рассуждений. Диалектика так называемая Сократа, двойственные рассуждения. Только он это делает уже для того, чтобы продвинуться к истине. Сократ как будто бы такой появляется, говорит, истину мы пока что не достигли, кажется. Я знаю, что ничего не знаю, но мне думается, что каким-то похожим околориторическим, уже немножко отклоняющимся диалектическим методом в диалоге друг с другом мы можем выявить наше какое-то внутреннее согласие по некоторым вопросам в этом диалоге и проявить себя так или иначе. Уже в дальнейшем. И пробиться к истине. То есть Сократ, если уж его можно спорить о том, является ли Сократ софистом или не является, но он в любом случае является переходным звеном от софистов к Платону и Аристотелю. То есть с этим спорить, на мой взгляд, вообще в принципе невозможно, потому что Сократ это не просто какой-то чел, который просто, знаете, появился и он абсолютно всем противоположен. И потом Платон такой из ниоткуда появился, и тоже он всем противоположен, и вот он всем все заложил. Нет. Нет. То есть они являются большой реакцией на софистику. И софистика породила высокую культуру дискуссии в Греции, как ни странно. Вот просто потому, что они появились, они начали нарушать правила в том числе. То есть они задали какие-то правила риторические, которые сделали их речи намного более эффективными. И одновременно с этим софисты как бы много чего изменили, да, в принципе. Изменили множество акцентов. И для того, чтобы догматикам, таким как Платон и Аристотель, противостоять таким людям, как софисты, им пришлось поднимать свой уровень дискуссии на много-много-много позиций. Потому что, ну, невозможно было противостоять софистам иначе, соответственно. Вот. И получается, что Платон-то сам является чем? Чем? Примечанием. Примечанием к софистам, понимаете? Примечанием к речам Елены и Елене прекрасной. Горгия, например, понимаете? Вот в чем дело. Так же, как Платон является примечанием к Пифагору или к Пармениду, так же, как, я не знаю, все они могут являться примечанием к Фалесу в каком-то смысле. А Фалес примечанием непосредственно к египетским каким-то создателям мифов или философам, можно даже попробовать сказать. То есть, такое себе, высказывание абсолютно странное. При том, что сам товарищ Уайтхед в данной книге уделяет внимание и Демокриту, и Эпикуру, и Лукрецию Карру. А Демокрит, вот какое влияние на Демокрита было оказано Платоном? Да никакое. Да никакое, просто никакое. Ну, то есть, это разные эпохи даже, и не могло быть оказано. Демокрит! Это Демокрит, блин, это Демокрит! Величина-то какая! Проще говоря, если мы можем отнестись к задумке книги серьезно и рассматривать такой подход, как имеющий право на жизнь, ну, он имеет, да, соответственно, то все равно следует признать, что он не был реализован в должной степени полноценно. Уайтхеду слишком интересен Платон, а после него и Аристотель. А вот все остальные, даже сильнейшие мыслители, которые влияли на Европу очень сильно, как будто выпрасываются за пределы этого приключения. Гегельянский подход к подобной же цели хотя бы не сквозит колоссальными пробелами. Ведь Гегель, хоть порой и ангажированно, пытается отыскать место всем влиятельным философам в процессе становления абсолютного духа. Здесь мне Гегель все же, описание Гегеля ближе, чем описание Уайтхеда, потому что Уайтхед очень сильно зациклился на своем любимом, прекрасном, замечательном Платоне. И это очень видно. То есть, куда ни посмотри, там, открой рандомную страницу книги, ну ладно, не настолько все плохо, конечно, но... Ей откроет рандомную страницу книги, и если на этой странице упоминается какой-то философ, скорее всего, это будет Платон. Вот. Вот почти наверняка. С очень маленькой вероятностью вы попадете на Демокрита, с очень маленькой вероятностью вы попадете на Аристотеля. На Платона вообще легко можно попасть на этой книге, если рандомно открывать рандомные страницы, вот, соответственно, данного произведения. И это плохо, это ангажированность. Ну, то есть, в систему Уайтхеда не вмещается вся структура человеческой мысли. То есть, у него интересные идеи о процессуальном развитии нашего мира, это очень интересная идея, это идея, заслуживающая нашего безусловного внимания. То есть, и поэтому Уайтхеду, конечно, большое уважение, Уайтхед, безусловно, молодец, Уайтхед написал... Ну, короче, сама общая идея хорошая, но реализация ее очень сильно хромает. Особенно из-за того, что Уайтхед, ну, очень сильно любит непосредственно Платона, прям бесконечно и сильно обожает Платона. Эта бесконечная, беззаветная, абсолютная любовь, она все и портит в данной книге, к большому-большому сожалению. Ну, не все портит, не только она портит. Стилистика еще портит сильно, да, и отношение к терминологии все очень сильно портит, потому что, опять же, мы уже сегодня даже в этой главе рассмотрели, вот, истине дается одно определение, истине дается второе определение, и они как будто бы друг другу противоречат. Уайтхед ничего особо не проясняет, и мы должны с этим как бы жить. В общем, вывод простой. Книга заслуживает прочтения. Обязательно, заслуживает. В ней вы увидите и отголоски грядущего Слаттердайка. В ней вы увидите какие-то элементы Хайдеггера, которого Уайтхед, скорее всего, не читал, соответственно, да. В ней вы увидите вот такой отголосок интересной своей эпохи, причем именно в аналитической философии, что тоже довольно круто. Круто, да, что тоже довольно круто. Вот он, вот он, автор, который полноценно может претендовать на звание философа, может быть, даже с большой буквы, но при этом он настолько континентален среди аналитических философов, насколько только можно быть континентальным. Если мы под аналитической философией понимаем стилистику написания, то Уайтхед – континентальный философ, получается. Если у нас такая дихотомия, и если уж ты не аналитический, то ты обязательно континентальный. Уайтхед тогда абсолютно континентальный философ, выходит. И у него есть продуктивные мысли. У него есть продуктивное некое представление о мире, о эстетике, о этике, о нравственности, о цивилизации, о природе. У него большая-большая система, получается, может быть, недостаточно проясненная, но при этом довольно любопытная. Безусловно, безусловно. Аналоги есть, аналогичные тексты, похожие тексты есть. Но, да даже вот на Махе Дугена она в каком-то похожем русле выполнена, если что. Если что, на Махе Дугена тоже выполнена в каком-то русле. Претензию Уайтхеда на то, чтобы быть философом, я плюс-минус засчитываю, но в кавычках. Потому что мне все еще не до конца понятно, насколько он все же платоник. Потому что периодически кажется, что Уайтхед просто переиначивает некоторые термины Платона, и из этого получается его собственная философия. Вот. Понимаете, да? Понимаете, о чем я сейчас говорю? И это уже как бы делает его не философом. Если он просто взял и переименовал огромное количество категорий Платона. Не философом с большой буквы, по крайней мере. Но, в любом случае, данная книга интересна. И на этом заканчивается наше приключение идей с Уайтхедом. Спасибо большое, друзья, всем, кто меня смотрел, кто смотрел все эти разборы. Друзья, я вас люблю. Я вас люблю. Спасибо большое. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Бусти, смотрите мои стримы. Не забываем донатить. Большое спасибо Виталию Скорику за донат на прочтение данной книги. Всем, кто смотрел, кому было интересно. Целую вас, друзья. Все. Увидимся с вами на стримах, увидимся с вами на других лекциях и материалах. Подписывайтесь везде, где вы только можете. Ссылки в описании. Просто потому, что если вы не подпишетесь, мы рано или поздно можем потеряться. А это будет грустно. Не теряйтесь, пожалуйста. Соответственно.